В канун 1 мая Белгородщина чествует своих тружеников. Новыми именами пополнилась областная аллея трудовой славы. Традиция, заложенная в далеком 1944-м, жива и поныне. Более того, сегодня она жизненно необходима. Человека труда, достигшего успеха, должны знать в лицо. Сегодня на площади Победы по ежегодной традиции появились новые фотографии 36 самых достойных тружеников области и названия 25 лучших предприятий. О героях дня и об их работе репортаж Елены Труфановой. Атмосфера торжественная и одновременно волнительная. Для трудовых коллективов Белгородской области этот день всегда особенный. Ведь сегодня на всю область станут известны имена лучших в своем деле. Это строители энергетики, слесари и сварщики, педагоги и врачи, спортсмены и аграрии. Везде у нас есть маяки, везде есть кордовики, которые всегда идут впереди и прокладывают дорогу всем остальным. Лидерами трудового соревнования стали 25 предприятий с наивысшими производственными показателями. Бессменно на аллее трудовой славы горинский коллектив колхозников. Даже в столь торжественный момент они говорят об успехах посевной. В бассейне уже взошли все наши яровые культуры. Вчера мы закончили с сахарами светлые. Высоких наград в этот день были удостоены коллективы Борисовского завода мостовых металлоконструкций, ОМК, Белгородского педколледжа, областного радиотелевизионного передающего центра, а также Белгородского художественного музея. Мы работаем для белгородцев, на благо белгородчины. И еще Лев Толстой сказал, искусство есть одно из средств соединения людей. И мы рады служить этой цели. В числе лучших – инновационное фармацевтическое предприятие «Полисинтез». Сегодня на заводе международного класса трудится более 300 сотрудников. Здесь выпускают фармацевтические субстанции, компоненты, которые используют при изготовлении лекарств. В прошлом году предприятию удалось показать хорошие экономические результаты и расширить географию поставок. А главное, в 2014-м зарплата сотрудников «Полисинтеза» выросла на 12%. Считаю, что есть чем гордиться. Компания достойная. И я вот как недавно заступивший директор, хочу эту компанию поднять, как говорится, еще выше. Сегодня областная доска почета пополнилась и именами белгородских тружеников. 36 фотографий тех, кто достиг наибольших успехов на своем профессиональном поприще. Среди них и Роман Белозерских, слесарь-инструментальщик 6-го разряда Белгородского абразивного завода. Даже в столь праздничный день мы застали его на рабочем месте. Специалист высочайшего класса. Так о нем говорят коллеги и руководство. На родном заводе Роман Белозерских трудится уже четверть века. Опыт такой, что на слух может определить, какая неисправность у оборудования. Практически в каждой детали моя рука. Естественно, когда ты все сам делаешь, уже знаешь, что, как может произойти. Человек вдумчивый и интересующийся. Роман Белозерских постоянно занимается самообразованием. А еще он опытный наставник. Очень креативный товарищ, очень знающий специалист. Большим авторитетом пользуется в коллективе. Мы его все очень любим и уважаем. А это уже рабочее место Александра Скирденко. 20 лет он работает на Рокетянском арматурном заводе. Начинал учеником фрезеровщика. Сегодня же ему доверяют управление одним из сложнейших агрегатов на заводе – станком гидроабразивной резки. Человек ответственный ко всему относится сознанием. Сам может разобраться в любых вопросах. Помочь может, подсказать. Добросовестный, исполнительный человек. Немногословный и скромный. Человек-дела. Новость о том, что именно его фотография будет вывешена на областной доске почета, для Александра Скирденко стала приятной неожиданностью. Это дает ощущение, что он реально меня ценит и уважает. Мой работодатель, начальство, подобный коллектив. Из каждодневной трудовой рутины этих простых работяг складываются не только высокие достижения предприятий, но и благополучие целого региона. На них, рядовых тружеников, Белгородщина будет равняться целый год. Елена Труфанова, Елизавета Верещагина, Александр Колотилин, Эдуард Горелов. Новости Мира Белогорья.